в окрестных дворах я знаю одно место там очень большая выбоина и легковые машины там практически не могут проехать некоторые кроссоверы проезжает сейчас мы проверим на что годится лада kalina кросс но прошла без звука и без стука это плюсик поставим машине когда мы тестировали лада kalina универсал уже возникла идея что эта машина чем-то похожа на кроссовер ну собственно говоря кузов универсал достаточно большой просвет и вертикальная компоновка салона видимо идея витала в воздухе потому что автоваз действительно выпустил версию лада kalina которую нельзя назвать кроссовера потому что ну как минимум у нее нет полного привода но по крайней мере она является вседорожной версии лады kalina не первых увеличенный просвет в порожнем состоянии без загрузки он составляет более 200 миллиметров ну просто для сравнения у многих современных кроссоверов даже я бы сказал у большинства дорожный просвет колеблется в районе 180 миллиметров то есть вот у этой машин он примерно два сантиметра больше просто для понимания у многих современных кроссоверов просвет составляет в районе 180 миллиметров то есть примерно на два сантиметра меньше в среднем чем вот у лады kalina cross по механической части ну по помимо перенастройки подвески более короткая главная передача то есть передачное отношение главной передачи больше соответственно все передачи немножко короче это наделяет машин такой забавной чертой она очень здорово ускоряется в диапазоне скажем 0 60 километров в час ускорение превосходит ожидания крутящий момент на колесах большой поэтому машина кажется весьма отзывчивой вот эти изменения по подвеске если честно сказались на поведении машины во первых увеличился центр масс и в поворотах ты чувствуешь что автомобиль достаточно валки это придает управляемости некоторую такую нотку вялости и если честно вот в поворотах ехать быстро на этой машине не хочется она очень рано скользит передними колесами а она кренится естественно в принципе это было ожидаемо но при этом водитель в принципе мало что может предпринять то есть этот автомобиль не драйверский но при этом попытки сделать подвеску энергоемкой видимо увеличили жесткость амортизаторов или может быть еще какие-то параметры поэтому вот например стыки асфальта машина проходит достаточно жестко и в этом смысле мне показалось что вот этот пара сантиметров просвета может быть ухудшили другие параметры сильнее чем честно говоря хотелось бы автомобиль получился и не совсем комфортным и не совсем драйверским тем более не драйверским то есть в принципе оправданность этой машине возрастает по мере ухудшения дорог в месте где вы живете то есть если вы регулярно будете использовать вот эти два дополнительных сантиметра просвета по скорее вы будете удовлетворены этой машины потому что она действительно но вот мы видели она может проехать серьезную выбоину на асфальте там с грунтовыми дорогами она хорошо справляется это ее сильный козырь но вот каждый день ездить по асфальту и слушать вот эти вот буханье подвески и ощущать раскачку раскачка на волнах асфальта характерны и для обычной калины но здесь она никуда не делась может быть немножко чистота другая резонансная но в целом тоже машина немножко поплясывает по дороге поэтому с точки зрения шоссе это далеко не эталон но если брать по по проходимости то среди легковых машин я думаю это ну действительно одна из лучших вообще в автомобиле лада садишь ты и сразу чувствуешь их механическую сущность то есть слышно как вводит коробка когда переключаешь передачи ты слышишь этот момент включения на скорость естественно слышно и и шумы и отшин и аэродинамику и двигатель особенно если мы его раскрутим будет хорошо прослушиваться поэтому вот с точки зрения комфорта калина конечно не эталон и вот если честно чем больше я езжу на ладе калины тем больше я уважаю бренд датсун потому что датсун обе модели и он до и мидо построены на базе лад соответственно гранты и калины но они едут значительно собраннее то есть вот баланс комфорт управляемость у них переведен на ступеньку выше и мне сейчас даже странно почему лада не может взять какие-то наработки на вооружение я думаю основная целевая аудитория этого автомобиля люди которые хотят кроссовер которым нужен кроссовер но они по каким-то причинам например потому что дорого не могут купить но даже рено дастер или что-то там сходное с ним но им все-таки нужен и просвет и кузов универсал вот для таких людей лада калина кросс я думаю будет во многом идеальным вариантом а